В коментах общались с тобой, в сети ты ведь просто герой, просил нас оставить в покое, на деле же ты, ну такое. Всем привет! С вами вновь Павел Козлов. Это «На такое», где я рассказываю про Междуреченск и не только, из интернета. Долгожданная пятница пришла, но не стоит обольщаться, всё равно рано или поздно наступит понедельник. Ищу парня, служившего в армии. Срочно! Мне танк нужен! Слишком много вопросов и так мало ответов. Но давайте посмотрим, что пишут комментаторы. Он что, его с армией стырить должен? Или запчасть от танка? Наверное, от танка подходят почти все запчасти на русскую «Жигули». Мне 20 лет. Есть ребёнок и беременна девушка. Я от семьи ушёл. Свои причины. Встречаюсь с женщиной, ей 42 года, и она забеременела от меня. Что мне делать? Ну что тут можно поделать? Медаль тебе вручить, как быку-осеменителю? Хоть кто-то справляется с программой повышения демографии. Учи правила контрацепции и вали искать хорошую работу, чтобы за вычетом алиментов хватило на роллтон. А что, есть какие-то правила контрацепции? Безответственный мужик нашёл безответственных баб, и вместе они плодят безответственных детей. Привет. Недавно был пост, что ребёнок после года, возраст точно не помню, начал ходить на цыпочках. Вы ходили к врачу? Что он говорит по этому поводу? Может, кто скажет? У кого так же было? У нас было, но не всегда ходила на цыпочках. К врачу не ходили, а бывали сандалии и дома в них ходили. Потом как-то само прошло. Ну а вообще, если что-то беспокоит, лучше не писать в сообщество профессионалов-ортопедов, а идти на приём к профессионалам-ортопедам. Ещё одно из мамочек в Междуреченске. Девочки, привет. У кого так было, что по всем УЗИ говорили мальчик, а по итогу девочка? Просто у меня по УЗИ мальчик, а так вторую девочку охота, и чувствуется, что девочка. Конечно, я рада, что мальчик, да и самое важное, чтобы здоровый был, но мало ли. Это как, блин, у тебя чувствуется? Бантик прощупывается или на розовое потянуло? За три дня до родов мальчик превратился в девочку, хотя фото УЗИ и пиписьки были. Итог. Синяя кроватка, зелёная коляска, комплект успели купить новый. Да, в нашей стране ничему не удивляешься. Автор. Всё бывает, все ошибаются, но теперь и нам будет интересно, кто по итогу появится. Порадуйте нас потом. Ну да, ждём всем городом с нетерпением. Телеведущая Елена Малышева, родившаяся в Кузбассе, на вопрос, хотите ли вы вернуться жить в Кемерово, ответила, ну я же мало похожа на сумасшедшую. А сейчас вы бы хотели жить в Кемерово, либо в будущем? Слушай, ну я же мало похожа на сумасшедшую, правда? Ну что ж, Елена Малышева очень похожа на нормальную, и передача у неё познавательная. Вы знаете, я часто пукаю после оргазма. Скажите, нормально ли это? Нормально. Да нормальная, кто спорит? Вроде образованная, возраст, а что говорит, не думает. Потом будет оправдываться, что вырвана из контекста. Она так не говорила. Ну такое. Достали! Предлагаю на законодательном уровне запретить всякие фильтры, программки для обработки фото, чудо-макияж. Знакомишься в интернете с одним человеком, а вживую, прости господи, разные люди. А уж если проснулись вместе, настроение на неделю вперёд испорчено. Вся жизнь обман, одни обёртки золотые. По мне так лучше ожидать худшего, а потом получить лучшее. Совет из интернета. Знакомиться на речке или после бани. А давайте посмотрим на российских звёзд без макияжа. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Пожалуйста, давайте вы будете дальше наносить свой макияж. Ну, по крайней мере, кому это надо. На сегодня у меня всё. Смотрите следующие выпуски «Ну такое». Если же, конечно, за мной не приедет сумасшедшая телеведущая. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok